Всем привет! Давайте посмотрим мои небольшие покупки из двух магазинов. Это Подружка и Улыбка Радуги. И также я побывала на открытии нового магазина Подружка и даже получила кое-какие подарки. Ну давайте все по порядку. Начнем мы с заказа из приложения Подружка. Заказ я делала 1 марта и там были очень выгодные цены на некоторые товары. Но только на некоторые. Скидка была аж 40%. Я подумала, что скидка отличная. И с этой скидкой кое-что купила. Во-первых, два хозяйственно-бытовых товара. От бренда Лилея я купила хозяйственные салфетки для уборки. Здесь у нас целых 120 штук. И обошлись они мне в 113 рублей. Я уже называю цены со всеми скидками. Салфетки хозяйственные с ароматом лимона универсальные. Вот видите, нарисовано и плиту можно протереть, и унитаз, и, в общем, все что угодно. И, надеюсь, приятный аромат лимончика действительно будет. Вот на такое средство была тоже скидка 40%. Средство отличное. Это жидкость чистящая для ванны от корейского бренда Rocket Soap. Ну, может быть, бренд по-другому называется. Но сама жидкость называется Rocket Soap. Здесь 500 мл. И цена по акции составила 179 рублей. Очень-очень-очень эта жидкость экономичная. У меня сейчас такая же бутылка. Она у меня, кстати, уже не первая. Я использую для очистки сантехники. Очищает отлично. Достаточно нормально пахнет. Она без хлора, кстати, по-моему, идет в составе. Давайте посмотрим вообще, что здесь в составе, что написано. С ароматом лимона. Хлора я в составе не вижу. Различные другие у нас химические реагенты. В общем, аллергия у меня при уборке не вызывает, что мне тоже важно. Эта бутылочка пока чуть-чуть постоит в запасе. Ну, в общем, прямо рекламирую и рекомендую. У кого есть подружка, попробуйте. Я думаю, вам эта жидкость очень понравится. Хорошая цена была на салфетки бумажные от бренда Lele. Это вот такие тубусы, по 50 штук в каждом. И мне удобно пользоваться ими, ставить на туалетный столик, потому что они занимают мало места. Здесь, видите, салфетка, она как бы сверху будет вытягиваться. Цена за каждый такой тубус была 69 рублей. Еще немного гигиены. Денталь, зубная нить под брендом LPK производится. Мятная. Здесь такие вот флоссеры. Именно такие, как нарисованы на картинке. Их здесь 50 штук. Хорошо очищают пространство, да, между зубами. Ну, как бы вот такая зубная нить на такого одноразового доиспользования пластикового. Ну, вот кто еще такие не видел. Не знаю, может быть, еще кто-то такие не видел. Вот так они выглядят. В общем, флоссеры со вкусом мяты. 50 штук обошлись мне 89 рублей. Это нормальная цена для флоссера. Поэтому купила. Ватные палочки тоже взяла от LPK. Мне понравилась цена. Здесь 200 штук. Обошлись они мне в 59 рублей. И еще один товар был в этой закупке со скидкой 40%. Это гель для душа от бренда Джоанна. Линейка Натуре. Грейпфрут и апельсин. Здесь 300 мл. Стоил он 155 рублей. Потрясающий просто гель с взрывным цитрусовым ароматом. Не первый раз покупаю. Очень-очень довольна. Это вот такая первая небольшая закупка в подружке через приложение со скидкой 40%. Теперь давайте прервемся и посмотрим небольшие покупки из магазина Улыбка Радуги. Там тоже кое-что куплено по приятным ценам. Например, вот такой огромный пакет ополаскивателя лесной бальзам. Здесь у нас 800 мл. И у меня была какая-то индивидуальная скидка. В приложении выскочила скидка для вас на любой ополаскиватель по белому ценнику 35%. Вот я выбрала вот такой лесной бальзам 800 мл. Заплатила 159 рублей. 500 мл из этого пакета я перелила уже в освободившуюся бутылочку. И могу сказать, что ополаскиватель очень даже приятный. А цена, конечно, ну просто смешная за такой объем. Поэтому я думаю, что даже и без скидки все равно буду такой ополаскиватель повторять. Но также я еще купила... Они были по желтому или красному. Какие там ценники со скидкой в Улыбке Радуги. Еще купила вот такие свои любимчики. Это уже таежные рецепты. Они были по 108 рублей. Я взяла... Вот эти два нравятся мне больше всего. Биоактив, бережная защита десен. И вот такой с экстрактом прополиса. У них самые приятные вкусы. Очень хорошо освежают тоже полость рта. В Улыбке Радуги был шампунь, которым пользуется мой муж Head & Shoulders. Он любит, вот этот вот, очень любит для чувствительной кожи головы. Потому что у него именно такая кожа. Здесь 400 мл. Скидка была типа как 35% и цена 362 рубля. Мне кажется, сейчас, по нынешним временам, 362 рубля за 400 мл Head & Shoulders. Это, ну, в общем-то, нормально, да? Терпимо. Так, не все принесла. Сейчас на минутку тормозну и продолжим. И две косметические покупки были у меня в магазине Улыбка Радуги. Вот такая покупка. Это пудра от Artvisage. Называется она Nude Magic. И она была без всяких скидок. Она подходит для сухой нормальной кожи. То есть она не матирующая. Что для меня важно. Мне матирующие пудры не нужны. У меня кожа нормальная. Стоила она без скидок 425 рублей. Тон я взяла. Оттенок у меня 112 фарфоровый. Он подходит для очень светлой кожи. Здесь есть зеркало. Но мы пока с вами его вот так прикроем. И пленочка. И вот такая, видите, достаточно светлая, действительно, фарфоровая пудра. Вот я вам показываю оттенок. На лице она просто у меня сливается с тоном кожи. Она бархатистая. Она такая очень какая-то приятная. Я иногда наношу ее без, ну, как бы, соло, да, без BB крема. То есть просто легкой вуалью наношу пудру. Она какие-то мелкие-мелкие несовершенства сама по себе может скрыть. Такой вуалью приятной кожу окутывает. И очень хорошо на коже ощущается. Ну, можно нанести BB крем, а ее, например, сверху. Так. И следующий косметический товар у меня уже идет опять по скидке. В Улыбке Радуги в марте скидка на бренд Эвелин составляет аж 35%. Я купила вот такую тушь. Как она у нас называется? Есть ли у нее какое-то название? Да, есть. Big Volume Lash. Она должна давать нам именно объем. Со скидкой она мне обошлась 291 рубль. И поскольку я собираюсь взять ее в ближайшее время в использовании, мы с вами откроем, посмотрим. Кстати, там тестеры на все туши. Здесь вот такая силиконовая. Давайте попробую сфокусировать на нее камеру. Вот такая силиконовая щеточка. Ну, средненькая. Не особо маленькая, не особо какая-то огромная. Ну, не знаю, обычная. Именно такой тушью от Эвелин я никогда еще не пользовалась. Интересно попробовать. Вот в ближайшее время возьму ее в использование и узнаю, что за тушь. Из Улыбки Радуги это все. И мы теперь опять переходим к магазину Подружка. В соседнем районе открывался магазин Подружка. Мне интересно было съездить на открытие, посмотреть, что там за магазин. Кстати, в том районе уже два магазина Подружка есть. Мне было интересно посмотреть, что это за третий магазин. Думала, может быть, он там самый большой будет из них. С самым интересным ассортиментом. Но он оказался, наоборот, самый маленький. Но съездила все равно успешно. На открытии были желтые ценники с нормальными, в принципе, скидками. А на все белые ценники была скидка утром 35%. Поэтому я тоже достаточно выгодно закупилась. Сейчас вам все покажу, расскажу. Во-первых, по желтому ценнику я купила вот такую маску. Маска это у нас от корейского бренда Egg Planet с кератином. Здесь 200 мл. И вообще-то маска не дешевая. Когда-то я начинала ее покупать. Тогда у нее была полная цена рублей 500. Со скидками я ее покупала рублей за 400-380. То мне казалось, что это дорого. Сейчас полная цена на эту маску 200 мл. 849 рублей. Представляете? Золотая маска прям. В этом месяце на нее идет скидка 35%. И с учетом скидки она мне обошлась в 549 рублей. Просто хорошая, качественная, достойная маска, которая мне нравится. Волосы после нее какие-то такие очень шелковистые, приятные. И мне нравится аромат. У меня как раз заканчивается маска для волос. В запасе ничего нет. Вот эту в использование и возьму. Также заинтересовали меня два крема. Один для рук, один для ног. У меня, конечно, небольшой запас еще есть. Но мне захотелось купить вот именно что-то новенькое. Сразу взять в использование. Итак, для рук я взяла крем от польского бренда Джоанна. Это у нас идет крем с экстрактом лимона. Он тоже шел по выгодной мартовской цене. Со скидкой 30% он мне обошелся в 139 рублей. Это, я считаю, недорого, потому что здесь объем аж 100 мл. Крем не был зафольгирован. Я его дома уже один раз попробовала. Действительно пахнет достаточно интенсивно лимоном. Аромат потом на коже рук на какое-то время остается. Но аромат достаточно приятный. Не особо такой химозный. То есть, в принципе, бодрящий, приятный аромат. Сам крем по действию, хотя он у нас идет как с экстрактом, с экстрактом сказал, что он идет у нас с глицерином. Укрепляющий, да, интересно называется. Ну, в общем, обычный увлажняющий крем. Достаточно неплохо впитывается. Хотя глицериновый крем, да, он такой должен небольшую пленочку оставлять. Ну, пока, честно говоря, этого не заметила. Ну, может быть, один-два раза воспользовалась. Отзыв оставлю скоро. Ну, как скоро, во второй половине марта сниму свой уход на остаток марта и апрель. Вот тогда подробно я вам о нем расскажу. Пока все нравится. И отдушка, и действие. И от бренда HB, кто это у нас производит? Так, Израиль. Израильский бренд. Я решила купить крем для ног. Он был тоже по выгодной цене, со скидкой аж 37%. И с учетом скидки обошелся мне в 199 рублей. А так полная цена у него 319. Он идет с органовым маслом. Вообще, он вроде как от трещин. Но я надеюсь, что он будет просто очень хорошо увлажнить, смягчать и так далее. Здесь тоже 100 мл. Пока ничего не могу сказать. Крем зафольгирован. Но в ближайшие дни я его открою, возьму в уход. И тоже расскажу вам потом в уходе на март-апрель. Обязательно свое впечатление вам расскажу. Мужской антиперспирант я купила. Рексона усиленная защита. На него была тоже скидка мартовская. Ну, то есть просто скидка месяца. Скидка была 28, по-моему, процентов. С учетом скидки 249 рублей я заплатила. Но это нормальная цена сейчас. И взгляд мой упал на мыло камы и гранаты коллаген. Я очень люблю вот именно это мыло. Ой. Ну вот, все попадало. Действительно приятно пахнет гранатом. И по качеству мне мыло от Камэй нравится. Здесь была уже скидка на открытие магазина. 30 плюс 5 утреннее. 35 процентов. С учетом скидки заплатила 58 рублей за этот кусочек мыла. И поскольку сумма всех моих покупок на открытии составила около 1200 рублей, это уже с учетом всех скидок, я получила бокс от подружки. Вот такой бокс. Бокс выдавался за покупку от 1000 рублей. Это должна была у вас быть окончательная сумма в чеке. То есть с учетом всех скидок вы должны были 1000 заплатить. Вот такое скромненькое там наполнение. Вот так все это выглядит. И сейчас мы с вами будем вытаскивать по одному предмету и смотреть, что здесь. Раньше, конечно, боксы были в подружке. Просто шикарные всегда на открытии. Сейчас все так прям скромненько-скромненько. Но все равно пустячок и приятно. Маска для лица кокосовая от бренда Тензера Корейского. Я сто лет вот такими масками для лица, честно говоря, не пользовалась. Но, может быть, от этого бренда попробую, потому что сам бренд мне, в общем-то, нравится. Вот такой сет патчей. Здесь идут патчи под глаза и на губы. То есть сет из трех вот таких разных патчей. Не знаю, использую ли сама. Может быть, летом положу в холодильник. Захочется как-то охладиться, вытащу и использую. А может быть, просто кому-то отдам. Вот такой штукой я не пользуюсь. Сейчас покажу вам, что это такое. Вот такой шоколадный пилинг Гамаш. Вот такая малышка. Здесь три грамма. Тоже кому-то отдам. Я для лица такие вещи просто не использую. Вот этот продукт с не очень хорошим сроком годности. Это масло для губ от Essence с 10% кокосовым маслом. Здесь срок годности до августа этого года. Поэтому тоже надо в ближайшее время брать в использование. Я, наверное, вот в ближайшее время возьму и тоже расскажу вам потом в уходе на март-апрель. Оставлю свои впечатления. И был один косметический продукт от бренда Ice Cream. Это у нас два в одном. Карандаш для глаз и лайнер. Он еще запечатан. Давайте, если сейчас у меня получится как-нибудь его открыть. Поставлю на паузу. Открою. С трудом прям все открыло. Было очень хорошо запечатано. Кстати, у этого продукта срок годности хороший. До 26 года. Здесь карандаш и лайнер. Давайте посмотрим с этой стороны, насколько я понимаю, вот такой выдвигающийся карандаш. По-моему, черного цвета. Ой-ой-ой, девочки. В общем, не знаю, где его хранили. Смотрите, я попыталась его нанести. И он у меня просто, видите, просто разваливается весь. Какая-то, не знаю, паста надо, наверное, в холодильник было его положить. Да, в общем, карандаш все. Пользоваться, конечно, я им не буду. Вот так вот он у меня на руке весь рассыпался. Но, может быть, мне такой достался. И здесь еще лайнер. Давайте посмотрим. Лайнер нормальный. Ну, я, правда, стрелки, честно говоря, не рисую. Уже, я не знаю, года, наверное, два стрелки не рисовала. Но вот вдруг захочется, ладно. Пусть хотя бы лайнер останется. Потому что карандаш, к сожалению, вот так как-то. Ну что, вот такие у меня покупки и небольшие подарки на открытие магазина. С удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Обещаю вам, что где-то после, наверное, 15 марта сниму обязательно видео об уходе на март-апрель. Пишите ваши комментарии, постараюсь всем ответить. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok